Девушки отдыхают Хорошо, помог в хусях Девушки отдыхают Девушки отдыхают Колодец Странно От духа не следа Может появляется определенное время Трава вокруг колодца выжжена Судя по всему, это полуденица Похоже, полуденица не отходит от колодца Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... Что-то привязывает полуденицу к этому месту, какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может, он связывает душу девушки с этим местом? Крови, едва различимы. Кого-то здесь тащили еще живым. Следы окрывавленных ладоней. Руки маленькие. Женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но, может, я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Следы крови почти исчезли. Но нитка крови по-прежнему видна что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти женщины. Собя по зубам лет тридцати. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у меня на руке был мужгин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. Собя по зубам лет тридцать. С гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа. Но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе поводницу не изгнать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И браслет И гни О! Сработало! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Она ушла навсегда. Играет музыка. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Люди всякое болтают о ведьмаке. Вижу того. Теперь жду пока... Дай-ка... 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 Дело сделано. В колодце поселился дух женщины, которую там убили. Я его прогнал. Только бы каждый непогребенный бедолага не начал вот так вот призраком являться. А то из-за этого поля битвы нам одни хлопоты будут. Если что, имейте меня в виду на будущее. А пока что... Клара, Волькер. Говорят тебе что-то эти имена? Что-то сомневаюсь, что мне приданное пригодится. Сохраните деньги, любя на свадьбу. Выпейте тогда за мое здоровье. Спасибо, милоздорь ведьмак. За доброе сердце. За теплое слово. Но с пустыми руками я вас не отпущу. Возьмите хотя бы это. Возьмите хотя бы это. Возьмите хотя бы это. Да? Расскажи, что на тебе себе. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаю ли. Мы должно быть раз... Но когда... И был такой... Мать... Послушай, ты не знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара была моей подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом Саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом собрал всю семью и отправился в лес строить новый хутор. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но... Ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково. Хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот. Возьми себе на радость. Возьми себе на радость. Возьми себе на радость. Возьми себе на радость. Что-то шевельнулось. Эй, есть там кто? Люч потеряла, бабуша. Нет, в сковородку. Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах. И вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает. Нет ли у тебя, бабушка, березовых коры? Ягод черемухи или хотя бы несколько укольков? Нет, говорю. А вы, должно быть, наголову упали, чтобы по ночам такие глопости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает. А все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Отдолжи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Захватывающая история. Надеюсь, она скоро закончится. От утра в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела, и его, и мою сковородку. Она старая была, черная. Может, ты мне под... Заказы нас... Лучше подожди здесь, на всякий случай. Тело... Треснувший манокль. Понятно, откуда запах. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Удушен, горотый. Остальные старые шрамы. Как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Ну что, нашел сковородку? Бесценная сковорода. Только отдраенные дочисты. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от Сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно Сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтобы трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгардцам. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Я себе на ужин сигар. Или окуня. Я себе на ужин сигар.